Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Вятский социально-экономический институт. Счастливое время учиться! Вятский социально-экономический институт ведет набор абитуриентов на очное, заочное и дистанционное обучение по полной и ускоренной программам высшего образования, магистратура, аспирантура. Стабильность, признание, профессионализм – это Вятский социально-экономический институт. Телефон 67 66 18. Счастливое время учиться! Особое мнение на 101FM Я хочу поговорить по итогам вчерашнего дня, по итогам выборов. Я должна сказать, что у нас есть все средства связи с нашими слушателями и предупредить наших слушателей, что именно в сегодняшней программе, в особом мнении, мы нарушим традицию, когда мы не принимаем звонки от вас. Но вот сейчас вы сможете позвонить по телефону 708-502 и задать свои вопросы Дмитрию Михайловичу Русских. Почему мы это делаем? Потому что в первом части дневного разворота мы обсуждали с представителями, перечислю, кто был. Был Кирилл Черкасов, был Сергей Доронин, был Владимир Журавлев. Они все представляют разных кандидатов, разные взгляды. Кирилл Черкасов сам себя, собственно говоря, представлял. Понятно было, что мы не успели принять все звонки от слушателей. Недостаточно было времени нам для этого. Поэтому вот в продолжение практически дневного разворота мы предлагаем вам воспользоваться этой возможностью 708-502. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы или высказывайтесь просто по итогам голосования на выборах губернатора Кировской области. Я предлагаю тебе сначала обсудить явку. Как ты ее оцениваешь? Вот по городу у меня такие сведения. По городу 25% проголосовало население, по области 36%. По области согласен, но почему-то мне казалось, что по городу 21%. Еще меньше. Да, еще меньше. Ну, знаете, как бы, меня спрашивают вообще, как оцениваем выборную кампанию. Я сказал, что выборы прошли тихо и без избирателей. Вот такой фрагмент. Тихо и без избирателей. То вот эта низкая явка как раз и говорит, что большого интереса у избирателей, у жителей Кировской области и города Кирова эти выборы не вызвали. К сожалению. То есть ты считаешь, что такая явка свидетельствует о том, что интереса у жителей не было. Почему возникла такая ситуация в таком случае? Вы знаете, вот тут много очень всяких тех вещей, которые, на мой взгляд, повлияли вообще на то, что происходит. Хочу сказать, что проблема с явкой, она существует не только в городе Кирове и Кировской области. Я фактически отслеживал там всю территорию Российской Федерации, потому что было интересно все-таки, чем мы отличаемся от других территорий. То, в общем-то, скажу, что, наверное, ничем мы, в общем-то, не отличаемся. Единственное, значит, явка была гораздо выше в тех областях, где проходили законодательные собрания параллельно. Выборы в законодательные собрания. Да, да. И в основном это республики, конечно, где особо как-то организованно все происходит. И там явка гораздо выше. Ну, вот пример города Москвы. Мы вчера знали, что... Мосгордум. Да, в Московскую городскую думу там на 6 часов была явка 17.48. При всем при этом мы всегда четко понимали, что Москва это один из самых активных городов. В принципе, та же ситуация происходила и в Санкт-Петербурге. Там тоже была очень низкая явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга. То вот тут как бы очень много всяких причин. И, на мой взгляд, одна из основных причин, что мы, наверное, за последние годы у избирателя отбили желание вообще ходить на выборы. По причине того, что, разговаривая со многими людьми в городе Кирове, с моими там земляками, избирателями, у всех там есть две основные вещи там, да, что там ходи-не ходи, ничего не меняется. Это первый тренд, да. И второй тренд это... А там и так уже все решено и без нас, и мы все знаем, кто победит. А зачем идти? Вроде интриги нет, как бы борьбы нет. Нет, кандидат фактически один, значит, или одни, потому что по территории Российской Федерации была выборная кампания в губернаторы в 30 регионах. Я вам хочу сказать, что попадание администрации президента 100%. Все 30 кандидатов в губернаторы, которую предложила власть и администрация президента, победили там с довольно-таки очень большим отрывом от всех других соперников. Ну, практически все места заняли представители партии «Единая Россия». Ну да, там как бы без вариантов вообще, как бы, и процент там колышется от 70 до 95, да, вот. Понимаете, вот меня всегда поражает, как можно было так подобрать 30 кандидатов, что они везде на 100% победили. Это просто уникальная ситуация. Я бы посоветовал администрации президента вот так же формировать сборные команды по футболу и хоккей, чтобы мы всех побеждали. Вот выберут таких игроков, и мы сразу всех побеждаем. То понятно, что тут есть определенная правда со стороны наших избирателей, которые говорят, что, в общем-то, сегодня кого определила в исполняющей обязанности власть, те и победят. Или, в принципе, уже победили, мы только единственное 14 сентября стояли там подтверждение тому, что да, они изначально уже были победившие. То есть ты считаешь, что те, кто не пришли на выборы, их главный мотив была предопределенность этих выборов? Я думаю, что нет интриги, нет борьбы, всем прекрасно все понятно. При всем при этом хочу сказать, что, ну и тот тренд, который я говорил, что у нас очень много выборных компаний, а на самом деле жизнь и в области, и в стране, и в городе фактически не меняется, то люди как бы не верят вообще в это происходящее. На самом деле я хочу сказать, что вот 30% людей, которые стали губернаторами, которые были посланы туда администрацией президента и президентом, значит, фактически показали, что все сделано для того, чтобы они побеждали. Если не было там, по всем территориям я смотрел, реальной конкуренции, хороших и сильных кандидатов от других там партий или самодвиженцев не допустили до выборов, значит, и при этом получилась такая ситуация, что, в общем-то, и никто и не сомневался, что они победят. То низкая явка, на мой взгляд, да, сегодня лично меня приводит к одной мысли, что, а вообще зачем нам выборы, да? Вот мне кажется, что при той ситуации и при том низком интересе избирателей присутствовать на выборах и все равно, как бы, они понимают, что победит тот, кто должен победить, ну, я бы ушел уже от этой процедуры и гораздо проще назначать губернаторов президентом, как бы, и, в общем-то, и мучиться не надо, и деньги тратить не надо, и народ заставлять ходить на выборы не надо. Как бы, все гораздо проще, на самом деле. Это особое мнение Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области. Я напоминаю, что вы можете звонить по телефону 708-502, задавать свои вопросы спикеру и высказываться. Ты сказал, что хороших кандидатов в регионах от оппозиционных партий, оппозиционных кандидатов не допустили до выборов. Ну, нет, я бы даже не так сказал. Я бы сказал, желающих, ну, на самом деле, сильных кандидатов не обязательно от оппозиции, потому что я посмотрел по другим территориям Российской Федерации, где были выборы, в том числе выдвигались и даже члены партии «Единая Россия» или бывшие члены партии «Единая Россия». Ну, я к тому, что, в общем-то, не все были допущены именно до борьбы. Ну, вот я это самое и сказала. Не допустили до выборов? Давай спустимся. Это не только оппозиция. Давай вот приземлимся на территорию нашего региона. Вот в нашей ситуации, мы уже неоднократно об этом говорили, ты видел вообще заявлявшихся или заявлявшие желания сильных кандидатов, которых не допустили, но они хотели? Ну, вот смотрите, значит, хочу там сказать, что как видел или не видел. Я, допустим, я знал, что на территории Кировской области есть те люди, которые могли бы попробовать себя пойти на... Но они не захотели это сделать. Ну, слово «не захотели», можно сказать, обсуждая эту вещь там... Или они рассчитали свои шансы и поняли, что эти шансы невелики. Они понимают все последствия и всю необратимость той ситуации, которая есть. И в данном случае я хочу сказать, что то, что сегодня избиратель не пришел на избирательные участки, это говорит о том, что люди не увидели свое участие в этих выборных кампаний. Потому что, допустим, я вот служу по себе, мне показалось, что в моем голосе никто не был заинтересован по причине того, что меня не втянули в этот процесс. Я не смог повлиять на тот процесс, который изначально определен. А как должны были тебя втянуть в этот процесс? Ну, смотрите, значит, я беру там во внимание последние прямые выборы губернатора 2003 год, да, когда официально заявилось 12 человек. Был фактически, ну, я помню этот еще период там, да, когда шел Николай Иванович Шаклеин и победил. Все-таки участников было много там, никаких заграждений муниципальных фильтров не было там, да. Значит, все было очень доступно и спокойно, и сразу же в первом туре явка была больше 50%. Потому что реальных там кандидатов было 12, а кто на самом деле мог победить, их там в какой-то период сократилось. 11, кажется, было кандидатов. До четырех. До четырех, да. И это была интрига. Как бы каждый человек мог буквально там в два-три голоса, может быть, определить там судьбу будущего губернатора. Потому что четыре были практически в первом туре очень близкие по уровню кандидаты. И в данном случае понятно, что вот эта политическая интрига, вот этот кураж, который вообще присутствует на выборных кампаниях, да, он дает основания для того, чтобы заинтересовать избирателей и чтобы он пришел на выбор и сделал свой выбор. Хорошо. Что мешало тем людям, которые вот решили, что выбора нет, что предопределенный результат, что им мешало прийти и проголосовать не за того кандидата, о котором мы все там вот говорим. Что предопределено, что будет Никита Юрьевич Белых. Ну, как у меня один человек сказал, там, голосуй, не голосуй, если она получишь Б, да? Не, ну хорошо, подожди. Если бы люди пришли и не проголосовали за Белых, они могли как минимум вывести на второй тур эти выборы. И тогда было бы, наверное, им интереснее. Но как-никак, но проявить свою позицию гражданскую. Ну, был еще третий тренд, да, потому что с кем я разговаривал в городе, там, и в области, они говорят, а кто кроме него, там, больше и не с кого выбирать. Может быть, это самое весомое причем? Это не самое весомое, это было, на мой взгляд, я еще раз хочу сказать, что это не только в Кировской области, это по всей территории Российской Федерации, где проходили прямые выборы губернаторов. Было все сделано так, чтобы сильные и реальные кандидаты не прошли муниципальный эфир и не смогли участвовать в выборных компаниях. Ну, хорошо, приди, проголосуй не за Белых. Проголосуй за любого из трех оставшихся кандидатов. Ну, я же сейчас вам сказал, что, в принципе, большинство людей, с которыми я общался, они сказали, что там нет за кого вообще голосовать. То понятно, что... Ну, вот в пику прийти и проголосуй, чтобы было два тура, например. Ну, а зачем в пику? Нам же потом жить в этой пике, понимаешь? Тут, Свет, тут все очень гладко и очень осторожно надо ходить. Это как, знаешь, по тонкому льду идти. Ты можешь тут пикой наделать, а потом сам же в этот лед провалиться. То мы тут все там четко понимали, что та ситуация, которая существует в Кировской области, она как бы всем до такой степени понятна и ясна, что пришло 36% от жителей Кировской области. 708-502, номер телефона прямого эфира. Позвоните, расскажите, за кого вы голосовали и почему. Или, если вы не голосовали, то тоже почему. Вот мы хотим утвердиться в том, что мы думаем, о чем вы сейчас говорите. Ну, хочу сказать, что для города, конечно, 20% это очень мало. Тем более мы знаем, что город практически всегда был очень активный. И это как раз анализ и раздумие для власти думать, почему так сильно падает явка. Не только в городе Кирове, она по всей стране, там, фактически во многих городах упала. И даже о районах области, я вот смотрю, даже сравнивать с выборами в ЗАГС собрания, в Государственную Думу, там, ну, все очень сильно упало. Давай обсудим город. В городе, ты считаешь, что явка была низкая, 21 или 25%. Ну да, все равно как бы. И ты считаешь, что это потому, что люди-горожане не видят роли губернатора в жизни этого города. Правильно я понимаю? Но, на самом деле, как бы, я тоже считаю, что там, Никита Юрьевича Белых роль в участии в городе, она, на самом деле, не вполне заслуживает именно того понимания, которое, на самом деле, мы должны понимать, что глава региона должен более взвешенно относиться и более сильно участвовать в жизни. Больше вмешиваться в городские дела. Конечно, но при всем же, при этом, он же всегда очень часто говорит о том, что там есть своя власть, там вы сами ее избрали и там так далее. Да, вроде как бы это муниципальное образование и там все свое. Но как раз люди-то и понимают, что фактически в городе нельзя ничего изменить, так как там все очень плотно сколочено и забито. То они как раз и хотели, я думаю, чтобы Никита Юрьевич гораздо больше внимания уделял городу Кирову. Ну, в том числе, как и, наверное, большинству муниципальных образований Кировской области. Потому что, если мы возьмем там явку, то во всех городах Кировской области крупных явка довольно-таки низкая. Там 23-24% по Чепецку, значит, невысокая по Слободскому, по Котельничью. Ну, в принципе, как бы активностью горожане не поразили. Еще раз о том, что предсказуемыми были результаты выборов не только в нашем регионе, но и в стране. Об этом говорят многие очень эксперты, практически единодушно, единогласно. Как ты считаешь? Вот мы сейчас понимаем, что в такой ситуации, когда почти все остались на своих местах, кто был, практически все в Рио, они все победили. Я говорю, что уникальная ситуация, это там стопроцентное попадание кандидатов, это высший пилотаж. То есть ничего не изменится, получается. А что менять? Как бы население их поддержало? Значит, все хорошо. Ну, судя как голосовали и как предлагали, значит, в принципе, вся работа тех глав, которые выдвигались на следующие 40, они соответствуют взаимодействию с населением, и население всем довольное и поддерживает работу и политику этих губернаторов. Ну, судя по проценту, какой там показали, даже при низкой явке. Хорошо, давай посмотрим еще на позиции кандидатов, наших кандидатов, которые выдвигались на эти выборы. Каждый из них практически говорил о том, они или их представители говорили о том, что наши кандидаты или я как кандидат готов работать с тем, кто победит, или если я одержу победу, то я обязательно буду набирать команду из любого стана человека возьму, если он хороший хозяйственник, умная голова, и я увижу, что он принесет пользу на этом посту. Все говорили, что нужно переформировать команду и набрать людей вне зависимости от их политических взглядов. Вот теперь вопрос по формированию команды. Он был один из самых обсуждаемых в предвыборной кампании. Думаешь ли ты, что Никита Юрьевич Белых сейчас же займется переформированием своей команды? Правительство претерпит изменения существенные. Ну вот начну там с основного. Мне вообще казалось, как избирателю, который, в общем-то, следит за процессами, что все четыре кандидата, которые выдвигались на должность губернатора, должны были в первую очередь представить членов своей команды. Это было бы там все понятно и внятно по одной простой причине. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И когда мы видим, что, допустим, идет, к примеру, Сергей Павлинович Мамаев губернатор, и он озвучил полностью весь состав своего кабинета министров и всех заместителей губернатора, глав департаментов, ну, к примеру, хотя бы 10-15 человек, для того, чтобы мы понимали, какой будет экономический, финансовый и социальный тренд. Потому что от людей очень много зависит. Мы всегда это обсуждали, я говорил очень много раз, основная проблема губернатора Белых – это слабость его команды. И я от этих слов не отхожу, потому что в данном случае я вижу, что сегодня все, что происходит, в основном тянет на себе один человек – это губернатор. Все остальные где-то там рядом что-то делают, но, в общем-то, все равно вся нагрузка ложится на него. Нет тех людей, которые могли реально каждый двигать очень плотно свое направление. Есть, конечно, кто двигает, выгодное для них направление, но это там другая история. Значит, то с этой точки зрения, конечно, было бы здорово, если бы там вместе с программами, ну, я знаю, что там большинство избирателей вообще не читают программы кандидатов, потому что можно… Некоторые в лицо не знают. Некоторые в лицо не знают. Фотографию не могут. Там можно что угодно написать вообще в программе там, да. Ну, понятно, что любой нормальный человек там напишет все больные точки, и, в общем-то, вот вся программа. А когда ты видишь, что ты показываешь 10, допустим, своих членов команды, и мы их там все знаем поименно и пофамильно, это уже совершенно другой подход, да. Мы примерно и будем понимать, что будет делать губернатор, которого изберут, вместе со своей командой. Потому что, еще раз говорю, мы все друг друга знаем. Мы все знаем потенциал, мы все знаем возможности любого там человека, который находится на виду. Хорошо, но вот по факту Никита Юрьевич не представил членов своей команды, своего правительства, который с ним будет работать вот сейчас уже в новый, да, губернаторский срок. Значит ли это, что никаких изменений в правительстве не последует? Ну, я думаю, что все равно какие-то, как бы, небольшие изменения, они произойдут. По одной простой причине, наверное, и время пришло. И второе, что все-таки, наверное, основной вот этот тренд, там, недовольство правлением пяти лет губернатора Белых было как раз связано с его командой. Вы это поняли. Так будет или не будет изменения? Ну, я не могу сказать за Никита Юрьевича. Я хотел бы сказать, что, наверное, мы бы все хотели, чтобы команда обновлялась и была совершенно другой и более профессиональной, и более активной в плане того, что мы четко понимаем, что на сегодняшний момент экономика и вообще бюджет Кировской области и всей Российской Федерации складываются не в лучшем направлении. И основная сегодня задача уже того губернатора, которого избрали, это будет там сильно не провалиться именно на Кировской области в плане социально-экономического развития. Потому что мы все четко понимаем, что сейчас вся основная работа начнется с экономикой. И для того, чтобы все это как бы сильно не обрушить, потому что однозначно будут обрушения, мы однозначно понимаем, что уже сейчас есть проблемы с бюджетом по наполняемости и по дорожному фонду, и по налогу на добавочную стоимость, налогу на прибыль, мы видим, что денег становится все меньше и меньше, а расходных обязательств все больше и больше. То как раз сегодня совершенно нужны новые люди и, типа, я их всегда называю там, кризисные топ-менеджеры, которые будут стараться так сделать, чтобы область сильно не провалилась. Потому что область однозначно будет провалиться, как и вся Российская Федерация, потому что экономика сегодня об этом говорит, и мы это все видим. Но будет зависеть именно от губернаторов и их команд, насколько каждая область сильно откатится. Вот я здесь наблюдала, собственно говоря, продолжение беседы после первого часа дневного разворота сегодняшнего, общения Доронина, Черкасова и Журавлева. И они говорили друг другу о том, что ребята нужно... Ну, Доронина не было хорошо, там был Черкасов и Журавлев, я никакого секрета не открываю. Они говорили, что ребята нужно взаимодействовать, нужно как-то договариваться, нужно быть полезными друг другу. На протяжении всего этого периода те же самые лица заявляли о том, что Никита Юрьевич с ними по этому поводу, например, не общался. По поводу включения в команду, по поводу взаимодействия. И как ты думаешь, сейчас он это сделает? Ну, я думаю, что у него есть все основания для того, чтобы более объемно подойти к формированию команды и не смотреть на политические... Он сделает это или нет? Основания есть, это мы поняли уже из того, что ты сказал. Я думаю, что где-то в глубине он что-то об этом думает, но хватит ли у него сил и мужества пойти по этому пути. Потому что, к сожалению, я еще раз говорю, что формирование изначальной команды вызывало... У меня, как даже у депутата, очень много вопросов. Потому что многие те вещи, которые происходили за эти пять лет, для меня там вызывали какое-то удивление. Веришь ты или не веришь, что он будет вести переговоры, приглашать кого-то из представителей противоположных команд? Я бы хотел, чтобы он более расширенно подошел по подготовке и формированию своей новой команды. Надеюсь, что с какими-то определенными партиями он будет взаимодействовать. Ладно, оставим партии. Тут я не добилась от тебя однозначного ответа. Но еще один вопрос, который тоже активно обсуждался во время всего управления Никиты Юрьевича Белых, в первом сроке его, это взаимоотношения с элитами. Как ты считаешь, вот теперь, когда элиты видят... Я думаю, что они... Конечно, ты мне, наверное, скажешь, что никто и не сомневался. Но вот когда они точно уже теперь видят, что Никита Юрьевич у власти остается, будут ли выстраиваться сложные достаточные взаимоотношения с элитами в ином русле каком-то? Может быть, элиты изменят свое отношение? Надо просто знать наши элиты. Так называемые... Я не знаю, про что говорим. Или про бизнес-элиты, или про политические элиты. Хотя, в общем-то, это... А они имеют... Есть какая-то разница? Есть немножко разница, но, в общем-то, это одно и то же. Они, конечно, все видят. Но также хочу сказать, что там то напряжение и то отношение, они вряд ли там кардинально поменяют. Могут просто притаиться. Могут где-то... Еще на пять лет притаиться? Ну, почему на пять лет? У нас тут... Мы же, знаете, как живем периодами. У нас там все вот эти элиты, они живут там от выборов до выборов. Вот сейчас, допустим, тишина, а тут ближайшие там выборы в ЗАГС собрания. Мы снова увидим совершенно другой формат. Мы снова увидим, что все это закипело, заходило, забегало, там, засопротивлялось. И это будет постоянный процесс. Потому что, к сожалению, проблема Кировской области в том, что никогда эти элиты не могут объединиться и работать во благо экономики и социальной жизни нашей территории. Мы постоянно с кем-то воюем, мы постоянно каких-то врагов ищем внутри, там, извне и все прочее. Эти процессы, к сожалению, они, наверное, не только в Кировской области существуют. Просто они очень в этом, в Кировской области ярко выражены. А могут элиты договориться самостоятельно без участия губернатора? Или они, может быть, они ждут, что губернатор... Им предложат что-то? Что-то, да. У него будет стратегический план какой-то. Или другая тактика возникнет. Все равно найдутся те элиты там или те люди в этих элитах, которые все равно всегда будут сопротивляться и всегда будут какую-то... Что же сопротивляться, если хорошее предложение последует? Ну, всем хорошее предложение не поступит. И у каждого свое хорошее предложение. Один хочет должность занять, другой хочет бюджетом немножко поработать, третий хочет остаться еще на какой-то определенный срок руководителем, к примеру, города. Но представь себе ситуацию, когда Никита Юрьевич жесткой рукой распорядится и скажет, ребята, каждый получит сферу, будем работать на благо, но вот работать будем так. И все послушают. Смотри, очень сложно отвечать за человека, которого до конца не понимаю. Но мне кажется, сегодня у белых есть уникальная возможность. Мы там четко понимаем, что он получил там конпланш на пять лет. Как раз у него сегодня есть возможность стать более жестким, более требовательным. И более, как вам правильно сказать... Нужно ему стать жестким и требовать? Более жестким и требовать? Я думаю, что ему нужно, и это заставит его делать жизнь. Потому что в данном случае то, что я связываю с экономикой и с принятием бюджета, формированием бюджета. Вообще со всей экономической, социальной деятельностью жизнь его заставит это делать и быть более решительным и более жестким по отношению даже к этим же так называемым бизнес-элитам или политическим элитам. Элитам нужна жесткая рука? Как жизнь наша показывает, что, наверное, нужна. Это особое мнение Дмитрия Михайловича Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области. Мы продолжим через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Вятский социально-экономический институт. Счастливое время учиться! Особое мнение на 101FM И это действительно особое мнение. И свое особое мнение сегодня выражает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских. Я Светлана Занько. Мы продолжаем. Я знаю, что ты, конечно же, осведомлен о том, насколько сложна процедура сама выборная, насколько важно следить за тем, как проходят выборы. Все наблюдательные органы практически отчитались о том, что нарушений на нынешних выборах выявлено не было. Об этом сказали и обл. избирком, и общественная палата, и полиция. Ну и практически все наблюдатели сказали, что нарушений не было. Это прям какая-то удивительная история в свете того, как проходили все практически прошедшие выборы. Почему такой результат? В принципе, Свет, удивительного ничего нет. Просто я вижу там две основные причины. Первая. Вообще, после 2019 года, когда мы знаем, что были очень большие недовольства вообще фальсификациями и все прочее, администрация президента поменяла полностью выборную технологию. И в чем она заключается, мы уже с тобой говорили в первой части. Нигде сильные кандидаты фактически не были допущены до выборных кампаний. Их просто на каком-то определенном участке всех отрезали. Допустим, если взять депутатов в Московскую городскую думу, там кто-то не смог собрать подписи. Кандидаты, те, которые хотели выдвигаться в губернатор, не прошли муниципальный фильтр или подписи тоже не собрали. То, в общем-то, на первом этапе всех ненужных отделили. То как раз я и почему говорю, что сейчас все проходит спокойно и не надо ничего взбрасывать и передергивать. По одной простой причине, потому что с самого начала все становится быть, находится под контролем. И когда мы запускаем там второй этап, то уже там всех кандидатов знаем, всех их администрация президента видит, знают примерно, кто сколько там наберет. И, в общем-то, ничего передергивать внутри избирательных участков не требуется как-то, ну, вообще. А если там ничего не делается, в общем-то, никто и не кричит, и никто и не говорит, что там сбросы или какие-то фальсификации происходят внутри избирательных участков. Там, на самом деле, уже вторые выборы становятся все гораздо тихо. Мы помним городские выборы в городскую думу. Тоже внутри все было тихо, но до этого на участках раздавали по 500 рублей. Но так как это было не на избирательных участках, а на их подходах, то, в общем-то, тоже как таково показала жизнь, и все те нарушения, которые описались, не нашли поддержку. Вроде зато выборы-то ведь чистые, внутри ведь никто ничего не фальсифицирует, никто ничего не передергивает, вроде все как бы хорошо. Та же система и сработала и в 2014 году. То когда на начальном этапе там все идут понятные люди, да, и все знают, у кого сколько процентов, а зачем там? Если мы не допустили сильных и мощных кандидатов, а фальсификации всегда делались против них, да, то, в принципе, и фальсифицировать как бы там и нечего. Значит, это вот первая причина, что поменялась сама технология. Значит, избирательный участок — это место тишины и полного контроля, и там все по-честному. Да, значит, и второй этап, то, что касается Кировской области, я смотрю. Ну, понятно, что главный участник всех скандалов и подтасовок, и сбросов являлась всегда Единая Россия. На сегодняшних выборах губернатора эта партия не участвовала, как таковая выборной кампании. Ну, как же не участвовала? Ну, она поддерживала, но, в общем-то, своего кандидата не имела, никаких там больших проблем у них ни с чем не было, и, в общем-то, они сидели спокойно. Значит, и из этого, вот, на самом деле, я тоже прошел много избирательных участвов и в Ленинском районе я сам ходил, смотрел там все, да. Ну, на самом деле, была тишина там, да. Все тихо, все спокойно, все по-честному, там, все как положено. Значит, ну, технологии меняются. Хотя смотрел по России, там, где, на самом деле, шли ожесточенные там бои, особенно в ЗАГС собрания, было все. Допустим, этот же, возьмем Татарстан, там, до, фактически, начала выборов голосование прошло почти 13 или от 9 до 13 процентов прошли. Люди проголосовали до выборного дня. Заранее проголосовал такой громаднейший процент. И это во многих, как бы, территориях присутствовало. Ну, я тоже считаю, что это нарушение. И видео есть съемки в Татарстане, когда люди смеются и говорят, что их с работы всех заставили идти, заранее проголосовать, потому что специально даже дали три часа. Но в нашей области такого не зафиксировали. Ну, да, в нашей, в этом плане, как бы, на самом деле, все гораздо спокойнее. Я хочу сказать, что я сам прошел три выборные кампании. Значит, это, наверное, была самая тихая, самая спокойная. И, мне кажется, по грязи самая более-менее чистая выборная кампания. Ну, еще раз скажу, почему. Потому что, в общем-то, не было конкуренции, не было борьбы. Все было понятно изначально. Возвращаемся к победившему кандидату. Возвращаемся к Никите Белых. Вот приведу такой пример. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», он буквально там, накануне выборов, высказал свою поддержку этому кандидату, теперь уже губернатору. Сказал, что он видит его достижения, посчитает, что он достойный кандидат. Вот он почему-то высказался по этому поводу. Надо не забывать, что у нас «Яблоко» вообще практически в Кировской области не представлено. Хотя очень странно, да? Да, но тот же Сергей Митрохин очень активно высказывался по поводу выборов в Московскую городскую думу, потому что там «Яблоко» совместно с другими партиями оппозиционными выдвигала своих кандидатов в Московскую городскую думу. И он отстаивал ту позицию, что все люди, которые идут в Мосгордуму, они не должны быть только хозяйственниками. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что тоже в ряде заявлений у кандидатов и представителей... Мне, честно говоря, непонятно, вот этот формат хозяйственника. А кто у нас... Что такое хозяйственник вообще? Тот, который умеет решать оперативные задачи по хозяйству. Хорошо. А глава города Быков, он хозяйственник, к своему пониманию? Ну, я сейчас не обыкаю, да? Нет, ну, просто в данном случае... Ты, если позволишь, я договорю, значит. И, наверное, станет ясен мой вопрос. Значит, он сказал, что это люди не должны быть только хозяйственниками. Он считает, что неразрывно связано и хозяйствование, и политика. И как депутаты Мосгордумы должны быть политиками, наверное, в первую очередь, так и вообще любой человек, который занимается хозяйством, я тут могу перенести на Никиту Юрьевича, например, он не должен быть только хозяйственником, он должен быть и политиком. Хотя и Журавлёв там, например, Владимир Журавлёв, да многие, кто приходил сюда, говорили всё время, что во главе области должен стоять крепкий хозяйственник. А вот Никита Юрьевич, где он, чем он занимался, на земле, значит, не работал, на заводе тоже не работал. Но у меня вопрос будет по-другому поставлен для тебя. Считаешь ли ты, что нынешний губернатор, вообще любой губернатор, должен быть хозяйственником в большей степени или политиком? Я бы, знаешь, вот так бы, наверное, начал бы. Я бы хотел, чтобы он был одновременно и хорошим руководителем, и хорошим политиком. И вот слово «хозяйственник», я, честно говоря, не очень совсем понимаю. Человек, который понимает, видимо, структуру и работу разных отраслей хозяйств. В сельском хозяйстве, в машиностроении. Ну, тогда, если он вообще понимает сам процесс, значит, он умеет работать с экономикой, с бюджетом и всё прочее, ну, наверное, он уже всё что-то понимает. И понятно, что при сегодняшней жизни нашей он одновременно должен быть и политиком, потому что некоторые вещи очень, как бы, важны. А всё-таки больше политиком или хозяйственником? Сложно очень сказать. Я думаю, что большинство населения, конечно, бы сказало, что им нужны хозяйственники, как ты их называешь. Другая бы часть сказала, что он должен иметь политическое чутьё. Я бы где-то взял 50 на 50, чтобы, в принципе, человек был такой в этом плане подготовлен. Но мне кажется, что вот мы сейчас говорили там вообще обо всём. Я бы, наверное, в первую очередь, наверное, сказал, что он должен быть честным и независимым человеком. Это и касается депутатов. Как это возможно? Ну, может быть, я смешные вещи говорю, но я думаю, что всё так возможно. И есть такие депутаты по России, я вижу, что там кто-то выступает, кто-то борется. Нет, ну, насчёт честности, ладно. И независимых. Насчёт независимости. Ну, можно быть независимым, по крайней мере. Если тебе выражает доверие, значит, даёт мандат доверия, например. Мандат даёт мне избиратель, это население. В кавычках, мандат доверия ты получаешь от президента страны, и все об этом говорят, что Путин поддержал Белых вот его встречами и так далее. То есть ты уже зависим в какой-то степени. Ты не сможешь обсуждать политику страны, или губернатор вообще не должен этого делать? Он должен приземлиться в своём регионе и заниматься только им. Ну, какой сегодня идёт посыл федеральной власти, то, наверное, они бы хотели, чтобы каждый губернатор занимался именно своими проблемами внутри региона. Нельзя обсуждать там политику государства или президента. Ну, мне так кажется, я, по крайней мере, не слышал, что кто-то из губернаторов что-то обсуждал. Или украинский кризис, или санкции. Говорят очень осторожно и очень мало. Значит, на самом деле, я думаю, что это основная задача. Да, вот у вас есть регион, вы в нём там и занимаетесь, и командуете, и, в общем-то, и выстраиваете свою внутреннюю политику. Она тоже там присутствует. Это и выборы глав районов, и законодательное собрание, городских депутатов. У них как бы есть своя политика, только внутри. Она ограничена. То в данном случае понятно, что... А должен губернатор высказывать свою политическую позицию? Если это демократическое государство, и мы к этому стремимся, то я думаю, что любой человек, и в первую очередь губернатор, должен высказывать свою позицию по любому вопросу, потому что от этого зависит позиция тех людей, которые живут в этом регионе. Ну, мне так кажется. Я бы так хотел. Проще вообще ни на чего не отвечать. Но, как сказал один великий, что правду говорить всегда легко. Но, к сожалению, иногда правду говорить очень тяжело. У нас проще говорят неправду. Как ты думаешь, было много противоречий у представителей законодательного собрания и представителей правительства? В этой ситуации, когда вот все решилось, мы знаем, кто победил, законодательное собрание станет, как сказать, притрется с правительством, скажет, ну, ребят, еще пять лет работать, все, давайте мы откинем все, что у нас было там, да, и давайте уже во всем находить решение и компромисс. Ну, решение понятно во всем. Во всем находить компромисс, так я скажу. Или будет продолжаться все в том же ключе, что... Слушай, я уже, честно говоря, заметил тренд там 7-10 дней назад, когда, в общем-то, в моем понимании, не самый лучший представитель законодатель собрания господин Ивунин, который там и я, и, наверное, все депутаты даже от Единерии считают, Россия считает, что человек на самом деле находится не на своем месте, да. И мы там это постоянно обсуждали и предлагали ему, чтобы он все-таки, значит, это как его, как-то подумал, насколько важно его присутствие. Ушел по собственному желанию? Да, да, это как бы я не скрываю, мы это только в этом году раза два-три поднимали на совете, ЗАГС собраний, в том числе и я, значит. И его вот та какая-то негативная часть, когда вот я помню, что всем известно, он писал различные силовые структуры еще полгода назад на губернатора и на правительство письма, да, при которых как бы он давал оценку, что это коррупция, это воровство, это там жульничество, значит. И, в общем-то, был совершенно настроен и в тот момент как-то вот совершенно не так, как нужно было бы быть настроенным председателем, по причине того, что когда мы это дело обсуждали... Одна минута у нас. Да, все вещи, которые он писал, они все проходили через ЗАГС собрания, да, и мы изначально об этом говорили, я лично говорил про все эти вещи, которые он писал, да, и я говорил, что это было в ваших руках не проголосовать за это, и этого не было, не надо было ничего писать, значит. Но вот он такую политику избрал. Десять дней назад, я смотрю, он становится самым главным агитатором за избрание Никиты Юрьевича Белых. То, на самом деле, этот тренд меняется не только в ЗАГС собрании, и в городской думе, и в городской области. А ты слышишь сейчас, что твои коллеги по ЗАГС собранию, они тоже изменят тренд? Нет, может быть, тренд изменит Единая Россия, которая там непонятно когда-то собирала и подписи, и там как-то себя вела, не совсем непонятно. Против Никиты Юрьевича собирала. Да, против правительства. Значит, я уверен, что те депутаты, в том числе и я, останемся так, какими мы и были. Если есть конструктив, мы с удовольствием вам поддержим. Если есть проблемы и есть непонимания, мы также будем это доказывать. Вот лично для меня, и я думаю, что для большей части депутатов от других партий, ничего не поменялось. Да, нас население избрало, но и нас население избрало. То мы должны вести диалог и дискуссию о том, как области экономически и социально развиваться. Я не думаю, что всегда во всем губернатор и правительство правы. Да, у нас время передачи, к сожалению, подходит к концу. Но что, можно поздравить тебя с тем, что все определилось? А меня что поздравить? Мы должны поздравить Кировчан, что все определилось, и они сделали свой выбор. А меня что поздравлять? Я продолжаю работать депутатом, и у меня ничего не поменялось. И будем дальше продолжать с Никитой Юрьевичем, с правительством дискутировать и с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Поздравим в таком случае Кировчан. Поздравим Кировчана. И, наверное, в чем-то мы можем поздравить и Никита Юрьевича. Хотя он попадает в очень тяжелый период, я говорил, социально-экономический. То как раз все его способности и всего, что он научился за пять лет, он должен будет сейчас показать в эти следующие пять лет. Потому что, на самом деле, хочу сказать, что ситуация с точки зрения экономики и бюджета очень тяжелая. Ну, если человек победил, то в любом случае поздравить нужно. Тем более мы же обсудили, что, в общем, победа была закономерной. И никаких нарушений мы не увидели. Спасибо тебе за твое особое мнение. Напоминаю, что сегодня в программе был Дмитрий Русских, депутат Загонодательного собрания Кировской области. Я, Светлана Занько. Мы прощаемся с вами. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Особое мнение на 101FM